Поисковый отряд педагогического университета примет участие во Всероссийской вахте памяти. В дальнюю дорогу студентов провожали сегодня. Две недели ребятам предстоит работать в Ленинградской области. Готовы ли они к таким испытаниям и какие задачи стоят перед поисковиками, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В больших рюкзаках и сумках все, что необходимо для экстремального похода. Те, кто заступает на вахту памяти, уже не первый год хорошо знают, поездка будет довольно непростой. Теплые вещи, болотные сапоги, металлоискатели. На раскопках может пригодиться все. Работать поисковому отряду предстоит в лесах на Синявинских высотах. Эти земли немецкие войска заняли в начале 40-х. Отсюда фашисты обстреливали дорогу победы, которая связывала Ленинград и страну. Разгромить захватчиков советским солдатам удалось только спустя три года. Это то небольшое дело, которое мы делаем для наших отцов-дедов. Радедов, которые отдали свою жизнь за великую победу. Эта победа далась нам огромной ценой. Она ковалась на фронтах и в Тулу. Эти места хорошо известны бывалым поисковикам. Здесь они работали и в прошлом году, но находки, та вахта памяти оказалась богатой. Ребята обнаружили останки 12 солдат и огромное количество боеприпасов. В Чебоксару удалось привезти и довольно редкий трофей. Мы нашли пистолет Коровина, очень редкий пистолет, он только офицерский. Мы предполагаем, что это был политруководитель. В последний день нам удалось найти миномет, 120-мм полковой миномет. Очень хороший, в хорошем состоянии. Мы его с ребятами вытаскивали из леса большим трудом. В честь них устраивают по-настоящему пышные проводы. На площади у парадного входа в университет собрались не только друзья. Перед дальней дорогой слова напутствия звучат и от депутатов. Почетные гости говорят, что на ребят поисковиков сейчас возлагают большие надежды. Действительно нет важнее в жизни сохранения памяти, которая передается из поколения в поколение. И только вот эта память, она делает нас, как государство, общество самодостаточное, и которое рассчитывает на дальнейшее развитие и сохраняет независимость. В этом году половина отряда состоит из новичков. Уже бывалые поисковики намерены передать им свой опыт работы. Такие экспедиции в УЗИ не пугают и девушек. На вахте памяти работать им приходится наравне с парнями. Копаем поменьше, а так все наравне, готовим больше. Для любого человека, хоть для девушки, хоть для парня, поучаствовать в такой экспедиции, это очень много значит. Во-первых, у меня прадеды участвовали в войне, и поэтому как-то приблизиться к этому, это всегда почетно. Вахта памяти завершится только 7 мая. Свои трофеи ребята обещают привезти в Чебоксары, чтобы выставить их в музее ВУЗа. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.